итак перед нами интерфейс трактора что мы что мы что мы что мы делаем все просто делаем предварительные настройки первое что самое важное это настройка аудио ауди девайса выбираем вашу карту если она изначально не выбрана и теперь настраиваем латенси как настраивать латенси берем берем трек трек выбираем в браузере вот браузер нижний левый угол так папка с музыкой закидываем трек просто берем нажимаем держим и кидаем деку а нажимаем play если играет нормально как вот играет если играет нормально как играть сейчас значит все нормально сладости все окей но если вдруг слышен вот такой неприятный хруст если вот слышен такой неприятный хруст то значит нужно методом тыка увеличивать латенси пока он не пропадет поехали я себя запасом оставил 61 миллисекунду это мега много очень большая задержка ну блин есть как есть так теперь следующие настройки которые нужно сделать чтобы потренироваться подбирать скорость это настройки транспорта включить флажок в разделе темпа бэн темпа бэн прогрессив с инсивити обязательно второе в деках отключаем чтобы не показывал нам bpm вот здесь он обычно здесь и здесь отключаем его просто ставим title здесь и тайтл здесь ну и все все мы готовы 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 попробовать проделать то же самое что мы делали на вертушках но теперь в тракторе и так в деку а за закинули один трек д кубе закинули тот же самый трек а у нас будет играть с б мы будем будем запускать поставим на точку что это значит но в виниловом проигрывателе мы ловили первый удар здесь тоже самое только мы его не ловим а запоминаем смущу кнопки q подводим красный курсор прямиком перед ударом ставим q проверяем удар должен звучать сразу и четко теперь какая проблема может возникнуть проблема заключается в латенси латенси это задержка то есть если мы виниловом проигрывателе все зависело от нашей реакции то тут еще к времени реакции добавляется еще это латенси задержка поэтому тут надо будет как-то адаптироваться но все возможно так пробуем этот запускаем а второй трек выбиваем ну вот слышно что хрустит теперь слышно что хрустит вот я запустил вот слышно что хрустит значит чуть ну где-то не попал или сильно рано за мной раньше запустил или позже эта ситуация поправляется с помощью кнопок пич бенда вот вперед это значит ускорить или подтолкнуть это равносильно тому что мы подтолкнем барабан на виниловом проигрывателе или притормозить равносильно тому что мы притормозим то барабан на виниловом проигрывателе вот этот видите вот этот прибор он показывает поздно поздно покажу куда так убегает вперед или назад вот его мы сейчас отключим как и bpm чтобы он нам не мешал это делается тоже в разделе дек модик шоу фэйз метр мы его просто отключаем клаус все теперь готовы еще раз запускаем и если чуть-чуть криво запустили и слышен хруст с помощью кнопок пить бенда подгонки просто поправляем поехали воля все получилось запустили подогнали все великолепно желательно это упражнение по несколько 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 раз попробовать чтобы во первых привыкнуть задержки которые здесь есть ну и потренироваться второе что мы сделаем это подберем скорость одного трека относительно другого тоже используя pitch band но теперь мы что будем делать мы берем запускаем вот потом треки начинают расходиться вот мы берем притормаживаем если треки если вот этот разнобой бар так называемый паровоз усилился значит мы перезапускаем в следующий раз будем будем подгонять трек задача заключается в том чтобы определить что с треком в деке b он спешит или опаздывает как только мы определили что трек допустим опаздывает мы берем начинаем его подгонять с помощью кнопка пить пить бенда и потихоньку увеличивать его постоянную скорость на пич контроле который находится здесь вот плюс 8 минус 8 подогнали они сошлись добавили подогнали сошлись и до тех пор пока они перестанут расходиться поехали выставляем первую точку есть контакт ну что поехали и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Треки начали играть лучше, ближе к друг другу, разнобой уменьшился. Из этого я сделал вывод, что трек в деке B, он спешит. И я начал его придерживать с помощью кнопок пич-бента и потихоньку менять его постоянную скорость на пич-контроле. Таким образом я дошел до показателя минус 7, минус 8, минус 9, и потом определился, что минус 0.7, 0.8, 0.9, и определился, что минус 0.8% это самые оптимальные показатели для этого трека, чтобы он звучал синхронно с треком в деке A. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...